Продолжение следует... Правящая коалиция, скорее всего, отчитается о своей работе, заверит, что выбранный вектор для нас величина неизменная, а вот европейцы, что скажут они на заседаниях без прессы, мы можем только догадываться. И тем не менее прогнозировать результаты визита можно и нужно. Разбираться будем, как всегда, принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И я представляю моих гостей. Это Борис Шаповалов, политолог. Добрый вечер. И Роман Михаеш, политический комментатор. Реван, здравствуйте. Добрый вечер. Господин Михаеш, вот представьте себе, что вы премьер-министр. Вас руководство Евросоюза спрашивает, ну как там у вас евроинтеграция проходит? Все путем? Все хорошо? Внедряете? Вот что вы им на этом ответили бы? Смотрите, я скажу так, что пока я еще не являюсь премьер-министром, но я видел, что господин Филиппов... Пока, да. И каждый солдат мечтает стать генералом, да? Есть такая пословица? Нет, если уж цитировать, то плохо тот солдат, который мечтает стать генералом. Окей. Господин Филиппов сегодня имел двусторонние встречи с некоторыми функционерами Евросоюза, в том числе с господином Туском мы видели совместную встречу. Декларации звучат красиво со стороны Молдовы, мы выполняем свои обязательства, там есть разные точки зрения, но господин Туск, между прочим, сегодня в присутствии господина Филиппа был подписан документ об тех 100 миллионах евро, о которых много говорили. То есть Евросоюз согласился, что действительно частично реформы Молдовы делаются, и подписали документ. Хотя там остались еще какие-то кондиции, условия, но в целом они считают в Евросоюзе... То есть это я не буду говорить от себя уже, от Евросоюза, как вы говорите. Нет, я сейчас говорю, вот чтобы, на ваш взгляд, да, вот если бы вы были премьер-министром, что бы вы могли искать европейцев? Как у нас евроинтеграция движется? Я вам говорю, что с точки зрения правительства Молдова, конечно, будет себя хвалить, будет говорить, что да, мы все сделали. Но меня интересует точка зрения Евросоюза, потому что здесь есть партнерство. Мы поговорим о ней. И я, вот делая, скажем так, промежуточное, скажем так, можно сказать, после сегодняшнего дня, да, Филиппа и для его правительства большой успех, что добились этого документа, потому что оппозиция, Майя Сандо и другие говорят, что они никогда не подпишут документ, в том числе и потому, что кодекс выборов не соответствует Венецианской комиссии и так далее. Ну вот смотрите, подписали. 100 миллионов придут первые деньги до конца февраля месяца. Можно считать это частичным успехом Филиппа и его правительства. В том же самом смысле надо говорить о том, что есть много работы. Европейцы поставили условие, что нужен новый кодекс аудиовизуали, между прочим. Что надо все-таки закон, который был о выборах. Они не ставят условия, между прочим, очень важная ситуация. Они не ставят уже условия, что надо отказаться от смешанной системы. Они говорят о другом, что надо довести эту систему, чтобы она соответствовала принципам Венецианской комиссии. Это уже совсем другой разговор. А с чего вы взяли такую информацию? Потому что об этом было сказано сегодня. То есть, я такую вот цитату, честно говоря, не нашла. Вот вы ее видели, да? Я читал в прессе, о чем говорилось при совместном подписании. Остались условия. Они остались. То есть, их не убрали. Как вы знаете, в прошлом году были подписаны, так называемая, дорожная карта. И в этой дорожной карте есть 28 пунктов. Поняла. Господин Михайлович, давайте не будем отвлекаться. Вы знаете правила этого эфира, что я задаю какие-то вопросы. Я прошу все-таки на них четкие ответы. То есть, европейцам что сказали? Что все хорошо, мы стараемся. Мы работаем по плану, который мы с вами подписали. Пожалуйста, дайте денег, потому что мы хорошие ребята. Мы работаем, но денег дайте. Да, конечно. И деньги дают. И деньги дают. Спасибо. Вот это коротко и ясно. Господин Шиповалов, вам как вот такая вот интерпретация? Господин Михайлович видит это так, а вы как видите? Ну, я думаю, что Павел Филипп сегодня доложил о том, что план по развитию русофобии в Республике Молдова осуществляется на высшем уровне. В страну опять не пустили там 10 или 16 российских чиновников, представляющих московское правительство. Поэтому мы выполняем, господа наши хозяева из Европейского союза, все ваши указания. Мы ссоримся с Российской Федерацией, развиваем экономические и политические контакты. Мы полностью ваши. Кормите нас, давайте деньги, мы будем воровать дальше. Я вот к этому подхожу вот таким вот образом. Почему? Потому что, ну что, мы же знаем, что вся политика добрососедства с Европейским союзом, которая появилась в 2004 году, она же была основана на чем? Мы вам предлагаем проводить какие-то реформы политические, экономические. И за ваше хорошее поведение будем давать вот какие-то конфетки. Вот безвизовый режим, вот там еще что-то. Кстати, завтрашний саммит, он как раз будет обсуждать очередной пакет вот этих конфеток, подачек, которые нам будут показывать, будут объяснять. И наше проевропейское правительство будет нам всеми средствами своей пропаганды все это втирать. Извиняюсь за вот такой жаргон, но это действительно так. Кстати, о конфетах. Вот вы говорите, вы хотели бы знать, что сказали европейцы вне формата общения с прессой. То есть они же, у них встреча один на один, они что-то друг другу говорят. Давайте спрогнозируем, что бы это могло быть. Вот смотрите, после фразы «мы хорошие, денег дайте», что могли бы сказать на это европейцы? Вот если бы я была на месте европейцев, я бы сказала так. Окей, но давайте вспомним доклад отчетной счетной палаты, значит, европейской счетной палаты, в котором мы вам вот честно, честно прям сказали, потому что посчитали деньги, которые мы на вас потратили с 2007 по 2015 год. Вот, уважаемые представители Молдовы, вы знаете, что мы выделили вам 782 миллиона евро. Это больше всех стран из восточного партнерства, и у нас есть к вам претензии. И там дальше большой есть список, что они там сказали. Вот они говорят так, что вот вообще нам, мы сомневаемся, да, вот они говорят, мы ставим под сомнение целесообразность выделения европейских денег, однако мы не можем доказать, вот так и говорят в этом, что эти деньги в Молдове отмывали. Доказать это пока невозможно, это тоже была цитата. То есть я думаю, это к чему все это вам рассказываю, что разговор наверняка был не такой лицеприятный, как сегодня нам говорят. Вот, у нас встретили наши делегации, сказали, денег дадим, все подпишем, готовьтесь. Я думаю, что были и такие аргументы. Как полагаете? Конечно были. Я бы вам напомнил, что в Европарламенте про маленькую Молдову в 2017 году говорили три раза. Чтобы вы понимали, Европейский парламент это очень серьезная структура, очень серьезные, 28 стран. Они занимали их целых три раза, Республика Молдова, целых три раза говорили про смешанную систему. То есть им больше нечем заниматься. То есть они в негативном, я уточняю момент, они в негативном плане говорили о Молдове. Там было лобби из нескольких европейских депутатов, которые подозреваются в связях с молдавской оппозицией, с частью молдавской оппозиции. Которые лоббировали жестко против закона смешанной системы. Вы имеете ввиду Санду и Настасию, потому что эта часть оппозиции, она часто была в Брюсселе. Говорили, что какой-то казахский олигарх помогал им, какие-то семинары делали, объясняли европарламентариям, как плохо все в Молдове, и почему не надо сотрудничать, надо давать денег. То есть, давайте уточним, это было негативное все-таки, вы говорите, упоминание три раза о Молдове. Да, смотрите, Нарико Николай, Евродепутат сказал так, я не понимаю тех оппозиционеров из Молдовы, в том числе Майю Санду, которые хотят плохо своей стране. Я понимаю, критиковать правительство надо всегда, об этом надо всегда заниматься. Но требовать, чтобы Европарламент запретил какие-то деньги или какие-то проекты с Молдовой, это за пределами нормальной политической системы. Вот это сказал Нарико Николай, евродепутат от Румынии. Вот эти все попытки создать проблемы между правительством Молдовы и Европарламентом, и Еврокомиссией, они не прошли. То есть, эти попытки, они не увенчались успехом. И сегодняшнее тому подтверждение то, что Филиппо подписал все-таки этот документ. Мы можем много спорить, что плохо или хорошо, что дали деньги, и что хорошо, потому что Молдова нуждается в кредитах, Молдова нуждается в грантах, надо развивать страну. К сожалению, на данный момент мы нуждаемся в помощи. Господин Михаевич, когда же мы в ней не нуждались? Я вот, к сожалению, за последние годы не помню, чтобы Месседж был другим. Понимаете? Вопрос, кто виноват, он очень важный. Господин Михаевич, мы каждый раз... Мы нищие, потому что дурные, а дурные, потому что нищие. Нет, я не это хотела сказать. Я хотела сказать, мы каждый раз спасаем страну. У нас каждый визит судьба нужна. Каждый бюджет верстается. Исторически, потому что эти 40 миллионов евро, которые являются донастом, они уйдут в бюджет, на зарплаты и на пенсии. Господин Михаевич, а может, потому что вот если бы мы по назначению, вот те деньги 782, как я вам сейчас назвала цифру, использовали... Ой, а кто виноват, что Филат и другие его товарищи полезли в банк для экономии? То есть виноват Филат? Не только Филат, но часть вины. Большая часть вины на тех, которые украли миллиард из банка для экономии, потому что после этого дела, напомню вам, Европарламент, Еврокомиссия приостановили отношения с Российской Молдовой на целый год. Вы помните об этом, да? Деньги вообще-то украли из банка Сочалы. Банка для экономии, там она просто участвовала в этой цепочке по переводу. Там было три банка. У них банк, банка Сочалы, банка для экономии, но мы говорим... Выводились из банка Сочалы. Но называется все это дело банка для экономии. Это так хочется представить тем, кто находится у власти, что, мол, это из банка для экономии. Скажу в защиту европейцев, тех, которые говорили о Молдове как о захваченном государстве, они все-таки еще о коррупции говорили. Да, а вот и эта тема, мне кажется, да, она по некоторым мнениям, мнениям некоторых людей, она не просто стала у нас уменьшаться, да, а наоборот о коррупции. В Молдове стали говорить все больше и больше. И в этом уже не виноват господин Филат. Господин Шиповалов, вам слово. По поводу денег. По поводу денег, которые украли? Которые, вот господин Михаэш говорит замечательно, нас обнадежили, сказали, что в первом триместре, я правильно говорю? До конца первого месяца мы не будем. Да, то есть мы получим первый транш. Давайте, наверное, все-таки о завтрашнем саммите. А, кстати, да, кстати, остальные транши пока не обещают. В порядке того, что обещают и какие конфетки нам будут давать. Что это шоу будет завтра на всех телеэкранах. Будут выходить наши руководители про европейское управление. Рассказывать, как они хорошо управляют и так далее. О чем идет речь? Политика восточного партнерства, которая началась 7 апреля 2009 года, провалилась. Это однозначно понимают и европейцы, и понимают многие. Почему провалилась? Потому что то, что происходит на Украине, это не то, что планировалось. Там идет гражданская война, мы это реально понимаем. И там это долго будет еще продолжаться. С Молдовой единственная страна, почему нам дали больше денег. Вот вроде бы как бы мы маленькие, хоть и украли миллиард и так далее. Но все равно вот как бы что-то, какие-то позитивные моменты Евросоюз может как бы предъявить. Грузия, вот три страны, которые на сегодняшний момент, Армения, Азербайджан, Белоруссия, они как бы входят в восточное партнерство, но они работают по отдельным программам, они не идут на эти уловки Европейского Союза. Речь не идет об заключении договоров, об ассоциации, они продолжают как бы, ну пролонгируют все эти переговоры и так далее. Европейский Союз придумал фишку для того, чтобы сохранить восточное партнерство. Восточное партнерство плюс. Вчера они его назвали в Европарламенте таким образом, восточное партнерство плюс. Выделили три страны, отличников, Молдову, Украину и Грузию. Ну представляете, на Украине территориальный конфликт, в Грузии территориальный конфликт, в Молдовии территориальный конфликт. Чувствуете, почему эти страны вот так вот очень выбираются? Теперь, дальше, значит для них будет разработана отдельная программа. И вот как в том старом анекдоте, помните, вот научитесь прыгать в бассейн, мы вам воды нальем. Вот точно так же Евросоюз поступает со своими ближними странами, партнерами, о которых я сказал. Вот они выделяют эти три страны. Планируется создать некий целевой фонд, в который якобы будут идти частные и государственные евросоюзовские инвестиции на, вдумайтесь в то, что я сейчас произношу, на инфраструктурные проекты. То есть где-то протянут линию электропередач, где-то в какой-то школе отремонтируют котельную, дорогу построят, по которой будут ездить машины Евросоюза. Это нормально, это вписывается в их программу. Но это не идет речь о строительстве заводов, фабрика, создании рабочих местах, о подъеме сельского хозяйства конкурентно способного. Об этом речь не идет. Ну и следующее. Если будет все хорошо, может быть они создадут таможенный союз из этих трех стран, которые присоединятся к этому таможенному союзу Евросоюза. Речь идет об энергетическом фонде, о некоторых других вопросах. Возможно, если мы будем хорошо выполнять реформы, то есть заниматься откровенной русофобией, выступать в адрес Российской Федерации, когда-то нас примут в Шенгенское соглашение. Вот такие конфетки планируется завтра озвучить на пятом саммите Восточного партнерства. То есть три партнера как бы остаются за бортом, Белоруссия, Армения и Азербайджан, и выделяются вот эти три страны, которые будут педалироваться. Вот об этом завтра Павел Филипп будет рассказывать, и вот это будет фишкой всех новостных программ. Я поняла, но я возвращаюсь к нашей основной линии, к тем вопросам, которые я задавала. То есть мы оба согласились, что представители Евросоюза им будет что сказать критичного в адрес нашего правительства. Что может ответить наше правительство, подумала я себе. А наше правительство может сказать очень конкретно и ясно. Может сказать им так. Уважаемые господа из Евросоюза, все хорошо. Понимаете как? Но вот наши спикеры парламентов стран, представляющих Восточное партнерство, собрались. И совсем недавно обратились в декларации в ваш адрес. И в этой декларации напоминают больше для телезрителей, чем для вас. Они попросили чего? Они попросили четких каких-то перспектив того, что наши страны будут членами ЕС. Так, господин Михаевич? То есть да. И я понимаю себе этот вопрос как? То есть при всем том, что мы все время говорим о евроинтеграции, о том, что все это хорошо. Я понимаю, что наши-то сами не уверены. И просят европейцев. Мы ваши буржуинские, но дайте нам перспективы. Дело в том, что здесь надо сделать несколько комментариев. Во-первых, Евросоюз и на саммите в Риге, и последующие все выступления всех комиссаров, и европейских в том числе, и председателей Европейской комиссии, они сказали так. Так, восточное партнерство для каждой страны может закончиться отдельной историей. То есть сейчас все в одной команде, шесть стран. Но мы видим, что там есть три страны, которые делают больше реформ. Мы даем больше, знаете, формула звучит так, больше за больше. И Молдова, Грузия и Украина добились того, что они имеют ассоциации полноценной вместе с экономической составляющей с Евросоюзом плюс безвизовое пространство. И эти страны имеют четкое европейское будущее, которое не означает, что они завтра или послезавтра пойдут в Евросоюз как полноценные члены. Не означает. Означает, что это длинный путь. Насколько я понимаю, сегодня Евросоюз не готов принять другие страны. Это они говорят четко и открыто, чтобы не было иллюзий. Но они дают другую ситуацию. Как здесь господин Шабалов говорил, хотя и он шутил на эту тему, но они дают постепенное вхождение в эти страны Евросоюз путем. Вот, например, если будет таможня в общей пространстве, это первый шаг. Шенгенское пространство, второй шаг. То есть они пошли другим путем. Эти страны будут подтягивать по направлениям. Не сразу, как в Сурмании поступили, там было 27 статей об интегрировании. Они открыли с Румынией переговоры по 27 направлениям. И за два года Румыния решила все вопросы и зашла. Нет, здесь будет по-другому. Например, работаем последующие три года, раз в три года делается саммит. Три года работаем по этим темам. Вы их выполняете, вы входите в таможенное пространство, вы входите в Шенген, вы получаете какие-то бонусы. Потом работаем еще три года. И вот так они решили работать с этими тремя странами. Я считаю, что это лучше, чем ничего. А вот только у меня один маленький вопрос. А что спикеры Молдовы, Грузии, Украины об этом были не в курсе? Почему же они тогда так озаботились, что они именно совместную декларацию... Это они показывали свою преданность. Вот они, правильно сказали, мы буржуинские. Покажите нам пачку печенья и банку варенья. Я пошутила, если что. Извините, в Евросоюзе происходит реформа. Все мы знаем, что на саммите, который будет в Румынии, в Сибири, будет в 2012 году, когда Румыния получит представительство в Евросоюзе, будет завершена реформа Евросоюза. Они озвучат через два года. Но до того времени есть видение Германии, есть видение Франции. Президент Франции Макрон выступил в Сорбоне со своим видением будущего Евросоюза. На данный момент никто не знает, какая будет формула Евросоюза окончательная. Но все понимают, что Евросоюз не умирает, что после того, как Англия ушла в Руссоциацию. Но дело в большей или меньшей интеграции, потому что некоторые страны уже идут на военную интеграцию. Это разговор про другую передачу. На данный момент про Молдову что можно сказать? Мы имеем от Евросоюза четкое понимание того, что Евросоюз с нами хочет сделать, что он нам предлагает. Он нам предлагает то, что называется очень просто. Исполнение договора об ассоциации. Мы вам ставим услуги. Что мы получаем взамен до этого, мы знаем. Мы получаем деньги на реформы, мы получаем деньги в бюджет, мы получаем лучшие юстиции, лучшую медицину, лучшие услуги и так далее. И мы получаем медленное, но все-таки. Давайте признаемся, что у нас выросли экспорт Евросоюза. У нас уже этот договор об экономической ассоциации работает. Хотя он не работает так, как нам нравится, но работает. Я, господин Шиповалов, хочу вам ответить. Вы сейчас, прежде чем реплику господину Михаэшу. Дело не в том, кто чей, буржинский или не буржинский. Я как себе это понимаю, что наверняка и не только в Молдове, но еще и в Грузии и на Украине очень хорошо политический класс, политическая элита научилась спекулировать на теме... Европейской интеграции. Да, абсолютно точно. И поэтому вот эти сигналы, господин Михаэш, о которых я говорю, им очень нужны для политических целей, для того, чтобы они хоть что-то могли сказать. Понимаете? своему собственному народу, своим избирателям, сказать, вот Вить, ну в конечном итоге... Вот мы попросили, а нам дали Вить. Что-то дали? Да, что-то дали. Понимаете? Так и получается, что... Все, чтобы получить хоть что-то, понимаете? Нет, ну мы так далеко все, понимаете? Мы просим, чтобы нам хоть перспективу... А она есть прописанная... Людмила, можно я про перспективу? С удовольствием. Это был, в принципе... Вопрос был. Нет, это была реплика на ваше по поводу буржинства. То есть у меня иная версия, что было сделано, это именно с политической целью. Конечно. Хотите, поспорьте со мной. Зачем? Я обещаю еще позову в эфир. Зачем с умным человеком спорить? Нет, ну пожалуйста. Людмила, понимаете, здесь все очень просто. Восточное партнерство создавалось для того, чтобы оторвать шесть бывших постсоветских республик и вывести из-под влияния Российской Федерации. Все. Теперь, расширение Европейского Союза 2004-2007 год напринимали кучу стран, восточноевропейских, которые не были готовы к вступлению в Европейский Союз. И та же Болгария, и та же Румыния. И по сегодняшний день Европейский Союз все это тянет на себя. Извините за выражение, харкает кровью. Тратит громадные деньги, но результата не получает. Мы же это прекрасно видим и понимаем. Вот эти все внешние улучшения, там уручилась торговля с Европейским Союзом, она улучшилась. Я согласен, Роман. За то, что упала в два раза с Российской Федерации. А кто виноват? Мы сами виноваты в Европейский Союзе. Одну минуточку. Теперь смотрите следующее. Вот об этой честности Европейского Союза. У них вообще эта программа добрососедства появилась, чтобы Северная Африка, то есть Тунис, Египет, Сирия, Ливия и так далее. Мы видим, что там происходит. Вот это работа Европейского Союза. Сплошные войны, бомбардировки, конфликты и так далее. И шесть наших стран. Что-то улучшилось. Ну я не знаю, Роман видит улучшения. Я этих улучшений не вижу. Но даже и не в этом речь. А речь идет о чем? Смотрите, что нам обещают. Нам обещают соседство, добрососедство, партнерство, таможенный союз, ассоциацию, свободную торговлю. Но не вступление в Европейский Союз. То есть нас, конкретно находящихся в центре Европы, считают людьми и страной второго срока. Власть собирается подавать заявку. Я каждый год слышу это. Людмила, на этой неделе Еврокомиссар, Роман, Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства, этот, как его, Иеханис Хан, конкретно на этой неделе заявил, не надо поднимать вопрос о вступлении в Европейский Союз. Он не стоит для вас. Правильно. Я отвечу, почему. Поэтому то, что нам сегодня говорят наши правители, это откровенная ложь, враньё. С вами не согласен господин Михайлович. Я цитирую слова Еврокомиссара, который за это отвечает. Наши политики вместе с украинцами, с грузинами поступили правильно, потому что они написали общее письмо, чтобы было ясно европейским функционерам, что мы согласовываем свои действия для того, чтобы там серьёзно восприняли наши желания войти в Евросоюз. То, что они нам ответили, да, они ответили, что они на данный момент не могут нам этого представить. Но они предоставляют другие инструменты, очень важные для Молдовы, для модернизации страны. Как говорит господин Воронин, мы за европейскую модернизацию. Почему вы против этого выступления? Это вопрос господину Воронину. И очень важно, хочу сказать вам ситуацию. Нам важно добиться статуса кандидата, потому что он даёт нам... Сказали, не будет никакого статуса ни кандидата, ни вступления. Сегодня нет, и завтра тоже, вы правы. Но через три года может быть статус кандидата, будет другой состав Европарламента, другой состав Еврокомиссии. Мы должны выполнить свои темы. Что дает статус кандидата? Вы сами знаете, там больше фондов, там больше возможностей. И смотрите, вот, например, такая страна, как Турция. Вот, например, Турция, сколько лет? Сколько лет? Сколько лет кандидат? Да, сколько лет. Где фонд и всё остальное? К сожалению, для Турции у них президент пошёл по другому пути. Сегодня Эрдоган чётко и ясно заявил, мы не видим наше будущее с Европейским Союзом. Слушайте, им не надо, нам надо. Нет. Я вам помогу, господа, я вам помогу. Для Турции вопрос закрыли. Секунду, я вам помогу. А Молдове надо? Кроме Турции есть Албания, Сербия, Македония, Черноголия. Ооо, здесь у нас есть. То есть это страны нет. Это страны, которые очень далеко подвинутся в отношения с Европейским Союзом. Ну, они кандидаты. Мелкие, долгие. Давайте, нет, секунду. Ну, дайте я всё-таки право, вымысль закончу. То есть вы понимаете, да, что вот я читаю заявление Жанна Клода Юнкера. И вот он, кстати, говорит, что очевидно, что за время полномочий этой комиссии и этого парламента дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат ещё не готов. Кандидат на вступление. То есть вы понимаете, что пока вот эти страны, у которых уже есть статус... Частично согласен с тем, что Румына и Болгария... Вообще речь не идет. Господин Михайлович, вы не слышите меня. Я слышу. То есть вот эти страны, они первые на очереди. Знаете, да? Вот. Кроме всего прочего, уже подались заявки Босния и Герцеговина. Понимаете? А до таких стран, как Молдова, Грузия и Украина, понимаете, вот так вот так очень далеко. Не стоит вопрос сегодня, как говорится господин Шаповалов, чтобы вступить завтра в Евросоюз, да? Вопрос не в этом. Не надо на этом заострять внимание. Нет, тогда, тогда, секунду. Тогда к вам четкий вопрос. Наши говорят, что стоит, а европейцы говорят нет. Господин Михаеш, вы внимательно следите за политикой. Вспомните, пожалуйста, что говорил господин Канду, господин Лупу по поводу того, когда мы подадим заявку на вступление в ЕС. Это принципиально. Понимаете, они политики. Нет, вы можете это вспомнить? В 18-м году. Вот. То есть эти заявления были сделаны? И не один раз. Были сделаны. Я объясняю. То есть, тогда, получается, обманывают? Обманывают. Таким жестким переменам, чтобы принять какие-то страны новые. Надо говорить честно, я согласен с этим, что Болгария и Румыния не были готовы. Это бомба для всех. Они обожглись там на Румынии и Болгарии. Они взяли две страны, которые были наполовину готовы, скажем так. И они увидели, что это большие проблемы финансов, в том числе для бюджета. Плюс Греция там была, не забудьте. Греция вообще там отдельный очень жестокий случай. И вот эти три случая. Греция плюс Болгария плюс Румыния привела к тому, что Евросоюз. Плюс Испания. Нет, Испания еще не упала. Но Греция реально была проблемой. Вы знаете, там столько денег вбухали. И вот эти три примера. Болгария, Румыния и Греция привели к тому, что Евросоюз победили те силы, и Евроскептики победили, правильно? Скажем так, здоровые силы, которые... Евроскептики вошли, массово вошли в Европарламент. Они сейчас где-то 25% Европарламента. И, конечно, они добились, чтобы приостановили политику принятия новых членов. Но, я еще раз повторяюсь, остается в силе договор об ассоциации, который на 10 лет... Там прописано все, что надо делать, на 10 лет вперед. И мы, согласно этому договору, должны работать. Правильно? Я немножечко нашу тему в другую сторону уведу, потому что мы сегодня поговорим о Евросоюзе и совсем не поговорим о НАТО. А сегодня состоялась встреча нашего премьер-министра с генеральным секретарем НАТО. Позволю себе цитату. Вот что сказал наш премьер. Республика Молдова хочет развивать армию и повышать безопасность страны. Нет лучшего пути, кроме обучения у такого партнера, как НАТО. Скажу вам честно, я сделала тест. Я снялся на себя. Да, я вот взяла это высказывание. И у себя, значит, на страничке в Фейсбуке его разместила. И что было? Мне неловко вот сейчас читать... Взорвался Фейсбук. Мне неловко сейчас читать комментарии. Мне неловко сейчас читать комментарии в адрес премьер-министра, да? То есть я не стану ответить. То есть народ, честно говоря, политику демократической партии, народ точно не понимает. Да, господин Михаеш, вы, наверное, плохо работаете, раз не понимаете. Но господин Шаповалов, вот сейчас посмотрим, как работает, потому что он должен объяснить это высказывание премьер-министра. Как вы это понимаете? Высказывание премьер-министра. Мы ваши, буржуинские, мы выполняем главную задачу. Мы собираемся вступить в НАТО в будущем, в перспективе. У нас Конституционный суд может изменить нашу Конституцию каким угодно образом. Поэтому и наш нейтралитет может исчезнуть. Все что угодно. Вот что можно услышать за словами Павла Филиппа. Потому что это абсолютно несерьезное заявление в стране, в которой есть конфликт. Который длится 25 лет. В которой осуществляется миротворческая операция международная. И это абсолютно не будет благоприятствовать миру и процветанию на нашей земле. Потому что реакция Приднестровской стороны однозначно. Филипп собирается усиливать армию. Филипп собирается получать для этого помощь НАТО. Вы понимаете, как на том берегу воспринимают вот эти вопросы. Теперь, что делать Российской Федерации после таких воинственных заявлений Павла Филиппа, где находятся граждане Российской Федерации, в том числе и миротворческий контингент. То есть, надо все-таки отвечать за свои слова. Он все-таки не мальчик, не юноша. Это в этом плане. Теперь, вот то, что сказал Павел Филипп, он, наверное, сказал то, что от него хотели услышать. И к чему его подталкивали. И что его просили сказать. Почему? Потому что сегодня Молдова, я здесь согласен с нашим президентом Игорем Николаевичем Дадоном, который говорит, мы находимся в том антироссийском тренде, который сегодня господствует в Европейском Союзе. И который активно поддерживается Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот такие заявления воинственные и такие предложения. Но вы цитату сказали Павла Филиппа, да? А теперь, чтобы мы не были в каких-то иллюзиях, я произнесу другую цитату. Тоже очень ответственного человека. Это, скажем так, директор Теневола Центрального разведывательного управления, специального аналитического центра Стратфор. Он всем известен. Стратфорд. Да, Стратфорд. Джордж Фридман. Вот его дословная цитата. «Молдова – часть плана по созданию санитарного кордона вокруг России. Это территория, которая должна через некоторое время стать горячей точкой, важным элементом по созданию большого хаоса на границах России». Точка. Слушайте, что-то слишком повсемистично быть. Это не я. Надо быть оптимистичнее. Это не я. Это не моя цитата. Это цитата человека, который все знает в мире, и который разрабатывает стратегические планы. Одну минуточку для правительства Соединенных Штатов Америки. Я спрашиваю, Молдова в НАТО не входит. В ближайшее время, в ближайшие 50 лет точно не войдет. Роман, это точно как же. Мы в Европейский Союз не входит, но есть ассоциация с Европейским Союзом. А теперь будет ассоциация друзей НАТО. Мы не будем ходить в НАТО, но мы будем друзьями НАТО, пионерами НАТО, лесниками НАТО. Но мы будем в НАТО. Не надо передергивать, господин Шевол. Я не передергиваю. Я вам сказал цитату человека, который отвечает за свои слова и строит американскую политику. Я вас услышал. Я пытаюсь понять. Господин Михайлович, если можно, я вот тоже вас хочу попросить прокомментировать именно этот кусочек. И вот этот кусочек. Да, вот смотрите. Молдова хочет развивать армию и повышать безопасность страны. И нет лучшего пути, кроме обучения у такого партнера, как НАТО. Учиться надо. Разве это заявление политика, у которого в Конституции написано, что у нас нейтралитет. Подождите. Нейтралитет сохраняется. Если мы своих солдат будем учить вместе с странами НАТО, например, с Румынией, с другими странами, на учениях. Это плохо? Знаете, я бы с вами согласилась, Господин Михайлович, если бы точно так же, мы бы выезжали на учениях, принимали участие в учениях договора о совместном... Не приглашают, не приглашают. О, ОДКБ не приглашают. Вы понимаете? Я точно могу, потому что я знаю, что ОДКБ, у них есть свой устав, Молдову не приглашают. Светлана Михайлович, я вам насчет ОДКБ скажу так. У нас, когда идет саммит СНГ, когда идет обсуждение военных вопросов... Молдова встает и покидает. Молдова что делает? Мы организованно стоим, мы даже не слушаем. А что там делать? У них свои проблемы. Ну, давайте, давайте честнее, не то, что они не предлагают. Мы еще не в Азии, мы в Европе находимся. Это позиция. У нас свои проблемы. Да, конечно. Нам хватает своих проблем здесь. И поэтому мы должны построить армию так, как ОДКБ. А ни в коем случае никакой ОДКБ. Россия, между прочим, тоже перестроила свою армию по лекалам НАТО. И об этом говорят и европейские, и российские эксперты. Вы сами знаете, что спецназ России тренировали американцы и немцы. Вы сами это знаете. Господин Михайлович, что есть... Не надо беспокоиться. Тренируются, пускай тренируются. Нет, так пусть тренируются совсем. Мы не можем не беспокоиться. Я сейчас вам еще одну цитату прочту уже генсека НАТО. И вы будете беспокоиться. Господин Михайлович, если вы поймете ее до конца... Я бы вам принесла стул, но уже извините, постойте до конца программы. Когда он заговорил о нейтралитете Республики Молдова, продолжает мысль, говорит, что уважает нейтралитет. А потом говорит, очень интересно, мы понимаем вашу позицию по отношению к НАТО, говорит нам генсек, но она должна принадлежать исключительно Молдове и не быть следствием влияния извне. То есть если господа из НАТО посчитают, что наше отношение к НАТО есть следствие влияния извне, то они уже наш нейтралитет уважать не будут. Это заявление, понимаете, из 100 человек 100 будет трактовать так. Слушайте, не надо возмущаться. Я не возмущаюсь, я задаю вопрос. И 50 лет тоже не вступит. Роман, я сказал, а то им сейчас ассоциация друзей надо. Нет, секунду. Какая разница, как это будет называться? А ИПА кто подписал? Главный коммунист был в Воронеже. ИПА, а ИПА, вы знаете, что такое ИПА? Да мы сейчас не про коммунистов говорим. Мы говорим о сегодняшней власти. Господин Шиповалов, я вам делаю замечание. Я хочу получить комментарий из этого заявления. Это правильно заявление? Ничего страшного я не вижу в том, что господин Филипп и господин Столтенберг или кто-то еще там говорят, что он сотрудничает Молдову с НАТО. Нет, ну тут же... То, что касается общих каких-то тренировок и так далее. Каких-то, да, так слегка. Но мы должны понимать, что Молдова не войдет в НАТО в следующие 50 лет, не светит нам это. Вы же видите, что вам генсек НАТО говорит, что это должно принадлежать исключительно Молдове. Я вам гарантирую, что мы там будем через 3-4 года. И чтобы Молдова не была, как это говорится, наш нейтралитет, не была. Я хотел бы этого, но не будет этого. Это вы так думаете. Не было следствием влияния извне. Понимаете? Завтра посчитают, как будто у нас же считают, что у нас российская пропаганда. Российская угроза опять, да? А теперь будут... Смотрите, Россия должна уважать Молдову. Хотя мы маленькие, да? Согласна. Наш министр обороны собрался с Россией воевать. Вы в курсе? Он сам один-одинный? Да нет, он заявил. Говорит, наша Молдавская армия... Подождите, я не мерю, что он договорил. Я когда прочитал, я сначала думал, что... Кто хочет России воевать, я не мерю. Это был... Опять передергивать. Нет, я хотите скажу, как была цитата. Цитата была такая, что мы должны быть готовы. Вот так. В том числе и с Россией. Он ее агрессором назвал. Да, конечно. Правда. Назвал. Слушайте, а что там происходит в Приднестрове? А напомните, да... И Чебатару до этого называл, потом этот Шалару назвал. Слушайте, давайте мы будем все-таки чуть-чуть собрать конституцию Молдовы. Да, это тренде наших министров. На данный момент мы имеем одну проблему. Армия Российской Федерации находится без документов в Приднестровском регионе. Одну минуточку. Во-первых, Роман, не армия находится на территории. Контингент находится. Находится миротворческий контингент в соответствии с соглашениями 1992-го года. Роман, что значит без документов вы говорите? Вы не водитель людей в соблужение. Слушайте, я же говорил. Роман, есть соглашение 1992-го года или нет? Есть. Все, точка. Как без документов? Миротворческий контингент легитимен. Но я говорю о том контингенте, который... А там только миротворческий контингент. Нет, нет, нет. А Колбасная это миротворческий батальон оформляет. Там 2000 солдат, российских офицеров, которые... Правильно, это миротворческий батальон, их всего 2000, который охраняет из склады Колбасной. Правильно. А почему нельзя вывезти это? Не может вывезти на Украине, война идет гражданская. Никто не обеспечивает безопасность. Конечно. А камеру Донобан, когда проплатили через областей, не пропустили. Вы знаете. Ну, давайте сейчас начнем вывозить через Украину, чтобы напали какие-нибудь банки бандеровцев и разграли. Вы вообще Украину не уважаете, как государство. Я пытаюсь каждый раз как-то встрять в ваш спор. Вы не говорите о нейтралитете. Нейтралитет надо соблюдать. А в чем он соблюдается? И уважать его, потому что он прописан в Конституции. Да. Я его уважаю. То есть мы не сотрудничаем ни с одним, ни с другим. Вот это я понимаю нейтралитет. Но позвольте мне задать вопрос, господин Михаилович. Да, пожалуйста. Вот если откровенно, вот если бы подобные заявления, да, вот вместо слова НАТО, ОДКБ, вам бы это понравилось? Слушайте. Нет, ну вот скажите, да или нет. Мне бы не понравилось. Во. Но вам нравится слово НАТО. Потому что Россия, как и Молдова, в России есть офис НАТО. Значит, исходя из ваших... А почему-то мы в Молдове против офиса НАТО? Потому что мы нейтральная страна. Россия не заявляла о своем нейтралитете. Она мировая держава с ядерным оружием. Слушайте, будут четыре дядьки там в этом офисе. Хочет она офис НАТО, не хочет это ее делать. А мы, Роман, мы в Конституции записали. Мы нейтральный государственный. Хорошо. Говорю вам еще одну новость относительно нашей армии. Тоже мне вот интересно. У нас остается три минуты. Попытаемся как-то ее прокомментировать. Пожалуйста, пожалуйста. Вот ваши аргументы мне понятны? На самом деле ваши понятны. Но я хочу еще понять, нормально ли, что министр обороны приходит к послу Соединенных Штатов и говорит ему... Что вы говорите? И говорит послу Соединенных Штатов. Вы знаете, у нас есть стратегия. Мы разрабатываем стратегию национальную. И вот мы очень скоро ее доработаем до конца и вам представим. А посол Соединенных Штатов говорит, молодцы и работаете в правильном направлении. Вот это нормально. Консультироваться надо. Спаслон Соединенных Штатов? Господин Додон, сейчас спасло России. Нет, а почему? проблем по информировал посла мы работали обороноспособности молдовы мы не являются стратегическим партнером сша я не ревнула если мы расскажем о общаться из россии с америка это мир в европе это решение приднестровского конфликта решим вопрос вы говорите решим вопрос я вот только вот об одном мечта что мы вопросы знаете не порешали нюанс вот я за ток закона вина вы можете на новый год господин школам сразу после программе господа дайте хоть сказать зрителям в тишине до свидания я благодарю вас за то что вы смотрели программу дело принципа на сегодня было очень жарко но я думаю что вам было интересно всего вам самого доброго до свидания а